Итоги уходящего понедельника На что стоит сделать акцент силовому блоку совбеза Быстрее, выше, сильнее В Бобруйске прошла спартакиада среди педагогов Стреляют и девочки, и мальчики Сколько участников Опасный сезон Запрещено выжигать сухую растительность на корню В городе участились пожары и запала травы Как не стать жертвой стихии А также рейс Минск-Рига, погоня за мотоциклистом и пепел вместо кузова На Комсомольской горел грузовик, в чем причина Рабочее совещание у президента Сегодня во Дворце независимости обсудили актуальный вопрос О общественной политической обстановке в стране Среди приглашенных весь силовой блок совбеза Как действовать дальше, обеспечивая внутреннюю и внешнюю безопасность Что предпринимать, исходя из меняющейся ситуации Александр Лукашенко расставил акценты Обстановка в стране вынуждает быть начеку Вход идут любые методы, чтобы накалить ситуацию внутри республики А рука внешних сил очевидна Мы никогда не допустим того, чтобы наш народ боялся выйти на улицы Этого допустить мы не можем, не имеем права И это характерно прежде всего для города-героя Минска Поэтому, Наталья Ивановна, вы как и полномоченный по городу Смотрите за порядком Надо каждый день работать, как это вы делали на протяжении зимы и лета Поэтому есть результат Обратил внимание президент и на экономическую безопасность Отрицательно на нее влияют попытки дестабилизировать обстановку внутри страны К тому же пандемия показала Странным в этом вопросе, в принципе, рассчитывать приходится исключительно самим на себя Опасные гонки Госавтоинспекция задержала бесправника Накануне днем на перекрестке от Женикидзе и Шевченко Внимание экипажа ГАИ привлек мотоциклист без шлема Он ожидал разрешающий сигнал светофора Заметив наряд ДПС, мотовладелец резко изменил свой маршрут Развернулся и стал удаляться от патрульных Неоднократные сигналы ГАИ об остановке водитель откровенно игнорировал Погоня за нарушителем длилась недолго На ближайшей улице мототранспорт был остановлен, а водитель задержан Посевная компания «Славянский базар» и «Неделя леса» В стране стартует экологическая акция «Когда» Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре В Беларуси стартует массовая посевная компания До 12 дней нужно каждой области, чтобы завершить яровой сев Работы в полях в целом по стране будут продолжаться до 22 апреля Финиширует компания Витебской области Запас топлива сейчас в сельхозорганизациях на 20 дней беспрерывной работы Что касается культур, то под некоторые увеличены площади, исходя из потребностей рынка Латвийская авиакомпания AirBelt возобновила полеты в Национальный аэропорт Минск Вынужденный перерыв в полетной программе авиаперевозчика из-за COVID-19 продолжался с марта 2020 Теперь рейсы по маршруту Рига-Минск-Рига будут совершаться по четвергам и воскресеньям С прилетом в Минск в 14.20 и вылетом в 15.10 Пассажирам рекомендуется перед покупкой билетов и полетом уточнять действующие правила въезда в Латвию В эту субботу в Беларуси начинается неделя леса Республиканская акция уже стала традиционной, проводится в 14 раз К ежедневной работе лесников приглашают присоединиться жителей всех регионов Каждый желающий сможет сделать символический жест помощи природе Посадить дерево, сосну, ель, ольху или березу Рассаду и инвентарь раздадут в лесхозах Сегодня начинается международный этап продажи билетов на Славянский базар В этом году фестиваль в Витебске пройдет с 14 по 19 июля Торжественная церемония открытия состоится 15 числа Здесь вручат специальную награду президента Через искусство, к миру и взаимопониманию и пройдет гала-концерт В фестивальные дни состоятся традиционные конкурсы Взрослый и детский Последние дни марта в Беларуси обещают быть теплыми, но дождливыми Завтра на большей части пасмурно пройдут осадки Днем от 7 до 14 градусов тепла В среду в центральной и южной части страны потеплеет до 19, местами до 21 градуса Однако к концу недели похолодает В пятницу днем воздух прогреется до 5-10 градусов Прохладная погода сохранится и на предстоящих выходных Образование со спортивным уклоном Пока у школьника продолжаются весенние каникулы, учителя даром времени не теряют Сегодня прошла традиционная спартакеада среди педагогов 38 команд и порядка 200 участников Масштаб турнира впечатляет За баталиями наблюдала и наша съемочная группа Солнце светит ярко и за окном долгожданный плюс Весна У школьников каникулы, коридоры кабинеты опустили, не звенит звонок Учителя тоже решили не ютиться в четырех стенах И отправились покорять спортивные вершины Сегодня в Бобруйске спартакеада среди педагогов Традиционная Первый этап принимает 21-я школа В программе два вида Стрельба из пневматического оружия и дартс Исключительно меткие соревнования В них принимают участие только сильнейшие от каждой школы Предшествовали спартакеаде внутренние турниры Там и отбирали лучших на город На спартакеаде заявилось 38 учреждений образования Это школы, это дошкольные учреждения Это учреждения дополнительного специального образования И это примерно до 200 участников Где-то 180 участников Ну программа достаточно обширная Стреляют и девочки, и мальчики И только лишь в плавании есть возрастные ограничения Это до 35 лет и старше 35 лет Что касаемо плавания То педагоги бороздили водные просторы в 34-й школе Дистанция 50 метров для женщин, у мужчин 100 У многих после заплова даже сил не было выбраться с дорожки Зато переполняло чувство выполненного долга Ну как, тяжело было? Тяжело А все-таки главное участие или победа? Участие А что про соперников скажете? Достойные, сильные Городская спартакеада – турнир отборочный, но уже на областные соревнования Нам сегодня удалось втистнуться между периодами пандемии И провести все-таки спорт, потому что прошлый год был совсем, скажем так, не спортивный в этом плане Все мероприятия были свернуты Очередная спартакеада – это уже история В следующем году организаторы обещают насытить соревновательную программу новыми видами спорта Максим Кембель, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360 Вспыхнул как спичка, в Бобруйске горел грузовик Пожар на Комсомольской случился утром в субботу Когда на место прибыли спасатели, кабина МАЗа 2014 года выпуска полыхала открытым пламенем От водительского места остались лишь угли и кузов Пострадавших, как сообщается, нет, причина пожара устанавливается Сезон палов открыт, в стране участились возгорания, сухой растительности уже есть первые жертвы В Витебской области спасатели обнаружили обгоревшее тело хозяйки подворья Обсательство ее гибели сейчас устанавливает Основная версия – неосторожность при сжигании травы По этой же причине смертельные травмы получил пенсионер в Чавовском районе Его нашли на участке, у мужчины обгорело 95% тела Он скачался в больнице В Беларуси выжигание сухой растительности запрещено законом Спасатели напоминают, что ни в коем случае нельзя запрещено выжигать сухую растительность на корню Что касается костров, то при разведении костров на придомовых территориях Обязательно нужно учитывать погодные условия Отдаленность от сгораемых конструкций И обязательно контролировать сгорение На тушение горячей травы работники МЧС выезжают ежедневно Только за прошлую неделю в Бобруйске зафиксировано 25 подобных ЧП Минздрав Беларуси обновил статистику покоя 19 За минувшие сутки в стране зафиксировано 918 пациентов с положительным тестом на коронавирус Всего с начала пандемии заразили свыше 319 тысяч человек В Беларуси началась вакцинация старшего поколения Первыми антиковидную прививку получили подопечные столичного дома-интерната для пенсионеров и инвалидов Мера профилактическая Ну а те, кто уже имеет в анамнезе запись о перенесенной инфекции Восстанавливаются в белорусских здравницах Тем временем на предприятии беломедпрепараты Из полупродукта начали изготавливать российский препарат спутники ВИ Уже расстрелили первые промышленные серии Бюджет, место в общежитии, права категории Б и С И востребованная профессия на рынке труда Автотранспортный колледж распахнул свои двери для абитуриентов Здесь прошел день открытых дверей Почему поступать стоит именно сюда, знает Виктория Полевко Вот уже 91 год Бобруйский автотранспортный колледж подготавливает квалифицированных специалистов Контролер пассажирского транспорта, слесарь, водитель, кладовщик, комплектовщик, оператор механизированных складов и агент по обслуживанию автомобильных перевозок А пока для потенциальных учащихся день открытых дверей Я решаю сюда поступить по собственным интересам, изучать строение автомобилей, которые пригодятся мне в будущем Пойду на автомеханика и буду чинить автомобили себе и другим людям помогать В этом учебном году абитуриентам предлагают четыре специальности Техническая эксплуатация автомобилей, автосервис, организация перевозок и управления на автомобильном и городском транспорте А также операционная деятельность в логистике Абитуриенты, которые будут иметь желание поступить к нам по специальности технической эксплуатации автомобилей по уровню среднего образования Не сдают ЦТ, но при этом необходимо, чтобы в дипломе у них не было отметки по математике были не ниже четырех Помощь опытным преподавателям, новое оборудование, интерактивные доски, модели правил дорожного движения, автомобили в сборках и разборках У абитуриентов есть возможность не только пройти по конкурсу аттестата о среднем образовании, не сдавая ЦТ, но и получить место в общежитии Плюс 18 лет можно бесплатно сдать на права категории Б и Ц Наш колледж является филиалом Белорусского национального технического университета И наши выпускники получают диплом именно БНТУ На нас накладывается особая ответственность в плане подготовки специалистов для автомобильной отрасли Автотранспортный колледж – постоянный участник конкурсов профессионального мастерства У Владислава Иваненко, например, в 2020-м непобедимый рекорд в сборке кузова В соревновании мастер производственного обучения использовал метровые куски, вырезку деталей и два вида сварки Не республиканский чемпионат, а ювелирная работа Всего час и сплошной шов Как итог, первое место в областном этапе WorldSkills В двигателе механической части необходима была сборка двигателя, директорка деталей В электрооборудовании необходимо было определить неисправные лампочки, перегоревшие какую-то проводку и так далее В двигателе электрической части необходимо было с помощью диагностического устройства Подключиться к автомобилю и определить неисправности, после чего их устранить Самая интрига этого всего была, то, что мы не знали до последней минуты Мы столкнулись с ремонтом пластиковых изделий Изначально говорилось, что будет сварка пластиковых изделий А приехали, оказалось, это клеевая масса, с которой мы вообще не работали Бюджетная основа, конкурс по аттестату и никакого ЦТ Вступительная кампания в автотранспортном колледже стартует уже 20 июля Нынешним старшеклассникам остается достойно завершить учебный год и определиться со специальностью Виктория Поливко, Максим Геленко, Бобруйск, 360 Это все и события к этой минуте Смотрите нас в интернете и в соцсетях Мы в эфире каждый будний вечер Счастливо! Продолжение следует... Продолжение следует...